Возможно ли восстановить отношения, если муж жил с другой женщиной год? До этого он также изменял. Я думаю, что вопрос действительно касается того вообще в принципе, возможно ли, когда человек так себя охарактеризовал уже, он хочет восстановить отношения, но только после выполнения его условий. Первое, это то, что жена должна измениться полностью, посвятить себя мужу. И еще она должна оформить на мужа квартиру. У жены есть несколько квартир. Вот интересный вопрос. Я знаю, что ответит Сергей, потому что его сердце, оно настолько дающее, настолько защищающее женщин, что я даже не сомневаюсь, что он ответит. Но мне интересно, что скажет Александр, как пастырь, потому что он дает вот развернутый ответ, как пастырь церкви, видящий различные ситуации. Я прежде хочу сделать оговорку. Обычно, когда пишет женщина, это один угол зрения. Интересно, чтобы на эту же ситуацию сказал мужчина. Но если это правдивая информация, что человек действительно оставил семью, ушел к чужой женщине, если это правда, то я считаю, здесь без покаяния этого человека не может быть никакого разговора. Если же элемент покаяния присутствует, потому что он согрешил и перед Богом, и перед своей женой. Если же момент покаяния присутствует, то покаяние предполагает прощение. Прощение предполагает принятие. И мы не можем сказать, я тебя прощаю, но я тебя видеть не хочу. Я не хочу тебя знать, я не хочу с тобой строить отношения. Если мы говорим о настоящем прощении, опять же, некоторые... О настоящем покаянии. О настоящем покаянии, совершенно верно. Но почему в Библии упоминается только два раза о грехах, которые Бог не прощает? Один грех — это хула против Духа Святого. А второй грех — Христос сказал, если вы не будете прощать людям согрешение их, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешение ваше радикально, ни разу, нигде Христос в таком ультимативном тоне не говорил с людьми. Почему так? Потому что человек, если он по-настоящему кается, понимает, что он зависим, в прямом смысле слова, от прощения человека, против которого он согрешил. Никто на земном шаре не может этого мужчину простить, как только женщина, против которой он согрешил. Если он, прямо скажем, приходит на коленях, умоляя о прощении, о прощении, то есть покаянии, прошу прощения, если он приходит в покаянии, глубоко осознавая соделанный грех, и она отказывается его простить, Бог говорит, я не буду прощать и тебя, потому что он стал заложником твоего непрощения, потому что у него больше нет на земле человека, который бы мог развязать этот узел. Поэтому, по идее, христианская мораль нас учит прощать. Это, кстати, вот, Александр, еще раз спасибо, потому что это очень важная ситуация. Мы сейчас говорим ее в отношении кающегося мужа к жене, но мне кажется, очень часто, вот в нашей, так сказать, такой немножко патриархальной ситуации, очень часто бывает так, что муж обижает жену, и вот Писание нам говорит о том, что именно поэтому Бог не слышит ваши молитвы, не отвечает на ваши молитвы, потому что ваша обида, она не разрешена, потому что покаяние не произошло. Здесь очевидно, человек согрешил, как бы там ни было, я опять делаю оговорку, если это правдивая информация, он должен вернуться с покаянием и перед Богом, и перед человеком. Если она христианка, и я думаю, если она увидит плод покаяния, она его простит. Потому о какой квартире сейчас может идти речь? Человек согрешил против Бога и против собственной жены, потому что это первичное и единственное условие вообще продолжать какой-либо диалог. Мне кажется, я дам короткий комментарий, что если муж говорит, что я готов, мне кажется, из того, что я читаю, то, что я вижу, это то, что муж говорит, я готов жить с тобой, но у меня есть вот такие условия, и его возвращение не подразумевает именно полного покаяния. Вот так, как Александр сказал, здесь говорится о том, что я готов с тобой общаться, я готов вернуться на удобных для меня условиях, и они вот такие. Здесь не говорится о том, что учитываются ее интересы, что он собирается, как в случае настоящего покаяния, трансформировать свое сердце, работать над собой и над взаимоотношениями с Богом, чтобы она была счастлива. Таким образом, этот человек уже изначально не готов дать этой женщине то, что она ожидает от этих взаимоотношений. И поэтому я бы сказала, что эти отношения не стоит восстанавливать, а скорее действительно, как пастор Александр говорил, стоит молиться о том, чтобы он все-таки обратился к Богу, чтобы он понял, что его сожительство с другими женщинами, его какие-то изменения в жизни не решают его глубинной проблемы, глубинной неустроенности, глубинного такого неудовлетворенности жизнью. И просто молиться, чтобы Бог открыл ему глаза, что только он ответ на каждый его запрос, чтобы он пережил вот эти возрождающие отношения с Богом. У вас есть, Сергей, что дополнить? Да нет, мне кажется, всеобъемлющий ответ. И здесь, наверное, в большей степени какой-то торг идет. Вот в том послании, которое было, там идет торг, поэтому на торг, наверное, такой должен же быть ответ. Вот вы обращали внимание, как каялся Закхей. Интересно. Его даже, можно сказать, не призывали к покаянию. В нем что-то изменилось внутри. Его, грубо выражусь, за язык никто не тянул. Что ты кого обидел, воздай в четыре раза. Если бы ты просто вернул хотя бы ту сумму, которую ты у кого-то забрал, уже было бы хорошо. Уже бы люди расценили это. Покаялся человек. Вернул то, что силой взял. Но человек говорит, я не в два раза, не в три, в четыре раза вернул. Вот это откуда? Кто ему дал такую команду? Вот это как бы степень сожаления, что я обидел. Вот это плод покаяния. Настоящий плод. Не просто, что я сделаю шаг. Это не закон. Некоторые говорят, так закон приписывал. Мне кажется, это вот и есть благодать. Что есть люди, которых я огорчил. И чтобы они поверили, что я всерьез сожалею о том, что я сделал. Я не просто верну то, что забрал. Я в четыре раза это возмещу.